Последнее время стали возвращаться в обиход рецепты фруктовых квасов. Многие готовят и интересуются такими напитками. Решила и я приготовить квас из груши. Очень хорошо подходит для знойного лета. На время приготовления напитка влияет температура в помещении. Если в комнате очень жарко, то он приготовится быстрее. Поэтому стоит учитывать движение закваски и пробовать на вкус. Готовый грушевый квас имеет фруктовый запах. На вкус присутствует легкая кислинка. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. Если у вас груши из собственного сада, то не мойте, а просто протрите полотенцем. Возьмите полтора литровую банку, ополосните ее кипятком. Груши натрите на крупной терке, переложите в банку, добавьте изум. 5 столовых л, сахара, дрожжи, влейте 750 мл воды, комнатной температуры, прикройте банку крышкой, оставьте на 5-6 часов. Через указанное время содержимое банки должно подняться наверх, появятся пузырьки, это говорит о том, что закваска начинает работать. Если у вас закваска не поднялась, добавьте 2 чайные ложки сахара, перемешайте и оставьте еще на 2 часа в теплом месте. Возьмите 3-х литровую банку, ополосните ее кипятком, перелейте в нее закваску и добавьте теплой, не горячей, воды. По плечике банки, всыпьте 1 столовый л, сахара, перемешайте, прикройте и оставьте на полтора дня при комнатной температуре. Периодически встряхивайте банку, через сутки закваска должна активно двигаться вверх-вниз. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. К окончании брожения, грушевая закваска будет внизу, квас готов к подаче, профильтруйте его, если необходимо подсластите медом или сахаром, грушевый квас подавайте сильно охлажденным. Грушевый квас готов. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Груши 4-5 штук, садовые, сочные, сахар 6 столовых ложек, брожжи 1 чайная ложка, сухие, изум 5-8 штук, количество порций 10-15. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Еще увидимся.